Приветствую вас друзья, для вас вещает канал Сурвагер и сегодня у нас небольшой обзор новостей игры Дэд Матор. В этом видео я вам подробно расскажу о чем шла речь в очередном уже седьмом по счету видеоблоге разработчиков, а также посмотрим о чем в последнее время были разговоры на их канале в Дискорде. Итак поехали. Ширк продолжает заниматься обустройством мира будущего выживастика. С прошлого Девблога, который вышел два месяца назад, было добавлено несколько локаций, среди которых скопление домиков возле озера, летний лагерь, электрическая подстанция, радиостанция, парочка трейлерных парков, металлические ангары, представляющие собой складские помещения и разнообразные небольшие металлические лачуги, разбросанные по всей местности. Все перечисленные локации будет полезно обыскивать на предмет наличия ценных предметов и почти во всех из них можно будет остановиться лагерем на ночлег. Электрическая подстанция будет представлять из себя один из источников электричества, которые будут доступны в закрытой Альфе. А радиостанция позволит вещать на всю карту мира и все, кто имеет радиоприемник, смогут поймать вашу волну и узнать, что вы там хотели сообщить или предложить. Если это касается РП, то данная система позволит извещать игроков о надвигающихся катаклизмах, орудующих где-то бандах и делать другие полезные объявления. Все новые локации будут находиться в пределах пешей доступности друг от друга. Это делается для того, чтобы игрокам было интересно исследовать мир игры. В игре не будет такого, чтобы мы бежали из одного городка в другой в течение получаса и не встретили ни одной интересной локации. Даже такие по определению пустые локации, как долины, горные районы или некогда оживленные трассы будут на всем своем протяжении содержать какие-то достопримечательности, что обеспечит разнообразие при путешествии из точки А в точку Б. Разработчики Dead Matter стараются сделать так, чтобы в мире игры было очень легко ориентироваться. Для этого в мире будут размещены непохожие друг на друга радиовышки, рекламные щиты и другие ориентиры, которые можно будет обнаружить и на весьма отдаленных от города территориях, в том числе и вдоль скоростных трасс. Также была проведена работа над небом, погодой и листвой на деревьях, которые будут генерироваться процедурно. Различные погодные условия будут более подробно рассмотрены в следующем влоге разработчиков. Продолжается работа и над транспортом в игре. На данный момент в игре уже есть очень хорошо проработанный новый автомобиль типа седан. Также планируется его полицейский вариант специально для тех, кто решит отыгрывать в игре служителя правопорядка. Следующая новинка – это микроавтобус новостной службы. Такие авто будут разбросаны по всему миру и некоторые из них даже можно будет использовать. Следующее, что было добавлено – это предметы медицинского назначения, среди которых есть инъекторы адреналина, морфина, а также набор для определения группы крови. Некоторые изменения претерпела и концепция палаток. Если в одном из прошлых обзоров шла речь про то, что палатки будут использоваться только для хранения предметов, то теперь в них также можно будет спрятаться от непогоды или чтобы не попасть на глаза врагам. Среди подобных предметов также появился набор для организации футбольного поля или в целом футбола. Как вариант, в игре можно будет побегать с друзьями в футбол, но это не точно. Была немного дополнена система оружия. Теперь с помощью специальной кнопки можно будет проверить, сколько боеприпасов осталось в той или иной пушке. И еще что касается оружия, была добавлена механика смещения оружия, имеющего большую длину при приближении к какому-то препятствию вроде стены. Чем длиннее ствол, тем раньше персонаж будет убирать оружие в бок при приближении к препятствию, а это значит, что в тесных помещениях бегать с мосинкой или калашом будет менее удобно, чем с тем же пистолетом. В игре также появилось три вида гранат. Это осколочные, дымовые и светошумовые. При взрыве осколочной гранаты урон будет получать не только тот, кто оказался в эпицентре взрыва, но и те, кто оказался на пути следования шрапнели, которая будет разлетаться на значительное расстояние и даже рикошетить. Дымовая граната, как и положено, будет применяться для ограничения видимости в области срабатывания. В данный момент тот дым, который мы видим на видео, сделан программистом, а не художником и в ближайшее время будет заменен на более достойный. И светошумовая граната, в простонародье флешка, как и положено, будет ослеплять врагов и других игроков. Все гранаты в игре вместо традиционной физической системы используют ее упрощенную версию. Это значит, что каждая граната, брошенная в то же место стены с той же позиции, будет отлетать от нее под тем же углом, что и все предыдущие. Гранаты будут очень редко попадаться в игре и разработчики не хотят, чтобы случайность помешала игрокам получить максимальный эффект от применения каждой из них. Потому и используется упрощенная физика. Была проведена работа над анимацией оружия. Автор сообщает, что на сегодня исправлена анимация перезарядки для всех типов магазинов, особенно это касается магазинов барабанного типа. Также проведена работа над анимацией стрельбы, калашникова и служебной винтовки, а некоторое оружие получило модульные сетки, что уже позволяет оснащать оружие разными обвесами типа прицела и лазерного указателя, который будет полезен при стрельбе от бедра на ближней дистанции. Работа над Седа, системой физических атрибутов персонажа, продолжается. Эта система содержит такие параметры, как сила, выносливость, ловкость и проворство. Атрибут Сила будет отвечать за максимальный вес, который может переносить персонаж, а также будет определять максимальный уровень здоровья и количество наносимого урона персонажам в ближнем бою. Атрибут Выносливость будет определять максимальное здоровье конечностей персонажа, сопротивление отравлению и заражению организма. Атрибут ловкость будет отвечать за то, как быстро персонаж будет совершать вручную разнообразные действия, такие как перезарядка разного рода оружия, типа автоматов, винтовок, дробовиков и пистолетов, а также это относится к таким действиям, как замена батареек и прочее. Атрибут проворства будет определять, насколько хорошо вы владеете своим телом, в частности, как быстро вы сможете вытащить оружие после спринта, как долго вы можете спринтовать и как быстро вы сможете бегать при перегрузе. И да, теперь у предметов появился вес. До этого, когда я интересовался у разработчиков в Дискорде, будет ли у предметов вес и будет ли какое-то ограничение для персонажа по количеству переносимых предметов, мне ответили, что количество переносимых предметов будет ограничено только размерами инвентаря и габаритами предметов, которые мы туда сможем поместить. Теперь же почему-то ситуация изменилась и у предметов появился вес, а у персонажа появился параметр допустимого максимального веса, который он сможет переносить без каких-либо штрафов. И если верить картинке, то этот предел равен 38 килограммам. Жесткого ограничения по общему весу предметов, которые сможет переносить персонаж, не будет. Это по-прежнему будет ограничиваться размерами инвентаря, но при превышении допустимого веса скорость передвижения персонажа в спринте будет снижаться. Как вы помните, почти каждый надетый на персонажа элемент одежды будет иметь свой инвентарь, количество ячеек инвентаря в котором будет зависеть от назначения и типа этого предмета. Эта информация в данный момент указана справа от названия контейнера. Например, брюки, которые надеты в данный момент на персонажа, имеют 64 ячеек инвентаря. Рюкзак уже имеет 90 ячеек, а куртка имеет всего 12 свободных ячеек. По мере заполнения инвентаря справа от названия контейнера будет показываться статистика того, сколько ячеек уже заполнено из доступных и какой вес имеют предметы, которые мы туда уже поместили. А в нижней правой части окошка инвентаря показывается общий и допустимый вес переносимых предметов. Смерть или потеря сознания также уже имеют отдельный интерфейс, представляющий собой таймер обратного отсчета в виде прогресс-бара, показывающий сколько примерно осталось времени до респавна или возврата персонажа в сознание и некоторыми дополнительными элементами управления. Оружие ближнего боя получило систему, аналогичную той, что была в Let 4 Dead 2. При каждом ударе будет отслеживаться не одна точка, а несколько таких точек, расположенных по траектории движения оружия, как это сейчас видно на экране. Это должно сделать оружие ближнего боя максимально удобным в использовании. Теперь что касается системы повреждений конечностей. В начале разработки при получении персонажем какого-то повреждения, игра просто сообщала, что персонаж получил повреждения и должен подлечиться. Теперь же система здоровья фиксирует около 13 видов повреждений, среди которых есть растяжение лодыжки, переломы ног, инфекции, пищевое и другие отравления, боль, сломанные ребра, переохлаждение, перегрев, кровотечение, наличие пуль и шерпнели застрявших в теле и даже аллергия. Для того, чтобы избавиться от последствий каждого из этих повреждений или заболеваний, потребуются специальные предметы. Например, для борьбы с аллергией нужно будет применить анальгетик, а для того, чтобы избавиться от боли при вывихе или переломе, потребуется как минимум использовать морфин и так далее. Каждый персонаж будет иметь свою группу и тип крови. В игре уже есть такой параметр, как уровень крови. Скорее всего, если этот параметр сильно снизится, персонажу может потребоваться переливание. А для этого требуется знать, какая группа крови у персонажа, ведь если перелить не ту кровь, можно и коньки двинуть. Для определения группы крови, как было показано ранее, в игре будет доступен специальный набор для тестирования, после использования которого в правой части окошка здоровья отобразится информация о группе крови и резус-факторе. Насколько я понял, в игре можно будет находить или создавать специальные пакеты с кровью, которые потом при необходимости можно будет использовать для восстановления здоровья персонажа. На этом обзор седьмого влога разработчиков окончен. Переходим к рубрике «Вопрос-ответ». Итак. Вопрос. Будет ли меняться со временем внешность персонажа, рост волос и бороды, грязная одежда и так далее? Ответ. Это то, что обсуждалось, но еще не подтверждено, хотя одежда будет пачкаться. Вопрос. Будет ли в игре дерево навыков и возможности их прокачки? Ответ. При создании нового персонажа вы сможете разово выбрать, кем был ваш персонаж до апокалипсиса, чем занимался, а также сможете указать дополнительные характеристики и особенности. Никакой другой механики RPG, такое как деревья навыков, прокачка атрибута для силы, ловкости и так далее. Нет, такого не будет. Вопрос. По мере столения сервера, листва, деревья и дикая природа по идее должны начать восстанавливаться, к примеру, дом на сервере, которому всего неделя будет выглядеть обычно, но на трехмесячном сервере он мог бы быть поросшим мхом или виноградными лозами и прочее. Это реально? Ответ. Это то, что разработчики хотели бы сделать, но на данный момент это даже не запланировано. Чтобы это произошло, потребуется много работы, но может быть в будущем мы этим и займемся. Вопрос. Будет ли игра доступна на консолях? Ответ. В настоящее время игра на консоли не планируется. Мы, конечно, хотели бы, чтобы игра была доступна на максимально возможном количестве устройств, но Dead Matter эта игра изначально задумывалась только на ПК. К вопросу о консолях мы вернемся только после того, как игра выйдет в релиз. Вопрос. Будет ли в игре единая валюта? Ответ. Нет, в игре будет только бартер, но будут и бумажные деньги, оставшиеся с прошлых времен, которые можно будет использовать в автоматах с едой, напитками и газетами, если вам такие попадутся. Вопрос. Можно ли будет вращать предметы в инвентаре, чтобы более компактно их там разложить? Ответ. Да, конечно, вы сможете вращать предметы. Вы также сможете снимать с оружия некоторые части, вроде прицела или магазина, чтобы более компактно их упаковать. Вопрос. Будут ли в игре напарники, которых можно будет брать с собой на задание? Ответ. Нет, напарники не планируются, но у вас будет возможность нанимать NPC, которые будут работать на вашей базе. Домашние животные в игре также не планируются. Вопрос. Будут ли нам нужны ключи, чтобы открыть машину? Ответ. Да, вам понадобится ключ не только для того, чтобы открыть машину, но даже для того, чтобы завести ее. Вопрос. Будет ли в игре ПВП? Ответ. Да, в игре будут доступны режимы как ПВП, так и ПВЕ. Вопрос. Можно ли будет в игре обмазываться кишками зомби, чтобы стать для них незаметными, как это было показано в «Ходячих мертвецах»? Ответ. Нет, такого в игре не будет. Зомби должны всегда представлять для вас опасность. Вопрос. Будет ли быстрее ломаться транспорт, если оставить его под дождем? Ответ. Транспортные средства будут быстрее приходить в негодность, если их оставить снаружи. Но мы не уверены, будет ли на это влиять погода. Разные части автомобиля будут портиться с разной скоростью. Если же машина будет стоять в помещении, к примеру, в гараже, это будет происходить не так быстро. Вопрос. Пропадет ли со временем электричество? Ответ. Напряжение со временем обязательно пропадет, но вы по-прежнему сможете запитывать свою базу от генератора. Когда в игру будет добавлена возможность использовать плотину, вы с друзьями сможете ее отремонтировать и подать напряжение в общую сеть, чтобы запитать как можно больше зданий. Для одного человека поддерживать плотину в рабочем состоянии будет почти нереально, хотя допускается использование NPC для этих целей. Ну что же, это все новости, что у меня были для вас на данный момент об игре Dead Matter. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом проекте и если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. А если вы впервые попали на мой канал и хотите быть в курсе новостей по этой и другим хорошим играм про выживание, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Остальное за вас уже как сможет сделает YouTube. Я же с вами прощаюсь до следующего выпуска новостей или стрима. Всем спасибо за просмотры и пока. Субтитры сделал DimaTorzok